Всем доброе утро! Иду по Невскому сейчас. Я надеюсь, что меня слышно и бью кофе. Да, объясняю. Сейчас просто ездил в университет, занимался организационными вопросами и сейчас поеду на работу. Вот, и я решила, что мне надо зайти ещё в один магазин, не косметический, и поэтому мне надо дойти до пассажа. Вот, и оттуда уже сяду на метро и поеду на фиолетовую ветку как-то добираться и поеду на работу. Вот, погода у нас сегодня... Ну, вам-то будет прекрасно, всё видно, что у нас красиво, солнышко светит. Невский на заднем фоне красивый. Наверное, слышно, насколько отвратительный просто страшный ветер, и у нас он уже, наверное, всю неделю, поэтому... Это просто отвратительно. Вот, кстати говоря, насчёт кофе. Увидела первый раз эту кофейню около Финека, главного здания на Грибово-Ледово, и зашла, естественно. Взяла себе раф-кофе с сиропом и яблочный пирог. Вообще, очень вкусный, кофе сам мне понравился, поэтому, наверное, буду радовать себя заходить, когда буду ездить в главное здание. Я раф-кофе туда нечасто попадаю. Раньше было чаще, потому что ходил не французский, а сейчас французский закончился, поэтому захожу только так. Занести статьи или ещё что-нибудь в этом виде. Кто никогда не был в Питерском пассаже, тем показываю наш пассаж, он на самом деле маленький, и тут ничего интересного нет. Я здесь сюда редко очень попадаю, поэтому даже не знаю, куда мы сейчас идти. Будем искать. Итак, я уже спускаюсь. Встретила на втором этаже каких-то странных людей, каких-то сектантов, которые о смысле жизни сидят за кофе, рассуждают. И как-то я так подумала, что я с айфоном, снимающейся на камеру и блуждающая по пассажу, это не самое страшное, что было в этом месте после этих странных людей. Поэтому, да. Ой, кстати говоря, новый тональный крем, надо будет зайти, но мне сегодня, потому что ждёт работа, платёжки и прочие радости жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Я уже поднимаюсь из метро, удачно попала на пересменку эскалаторов сейчас. Я, получается, буду последней, там больше никого нет. Как-то... Вечно опаздывающая Маша последняя. Да. Кстати говоря, хотела спросить девушек, кто именно в крупных городах, у кого есть метро. Как вы относитесь к людям, которые ездят в метро в соцзащитных очках? Не знаю, я не снимаю по двум причинам, потому что мне просто не хочется их где-то потерять или сломать, и мне неудобно их снимать, а у меня линзы для города, поэтому я вижу в них всё прекрасно. И, во-вторых, это какая-то моя некая психологическая защита от всей той огромной массы людей, которые нарушают моё интимное пространство, скажем так, в метро. Ну, как бы от этого никуда не деться, это общественный транспорт, но хоть какая-то такая чисто психологическая поддержка и опора в качестве соцзащитных очков мне нужна. Да, как вы относитесь к этим людям, смотрите ли вы на них как на идиотов и делаете ли вы так, как я. У нас уже наступила суббота, сейчас едем в Мегу, ну, у нас уже почти полтретьего. Вот, погода вообще потрясающая, очень тепло, солнечно на улице, ветра нет, как вчера. Вот, значит, поедем сейчас в Мегу, очень быстро я зайду, куплю всё, что мне надо, и поедем уже праздновать Пасху, скажем так. На день раньше, нет, поедем просто в гости к моим родителям и к дедушке, да. Вот, и там будут ещё знакомые, ну, просто такой семейный маленький праздник, и собраться решили всем субботу. Знакомые будут? Да, я тебе забыла сказать. Мы уже в Меге идём по ресторану на дворику и пытаемся понять, куда нам надо, потому что в Меге я вообще не ориентируюсь, я знаю, где что находится в галерее, а здесь, ну, как-то так. Вот, но что радует народу не очень много, не такая жесть, как была в галерее, я вам показывала, поэтому хотя бы реально передвигаться, что никто не толкает, и более-менее тихо. Я ненавижу в торговых центрах вот этот гул сам основной. Вот, сейчас. Ой, нифига себе, корнер мак открылся, да. В галерее открылся. Господи, почему я всё время говорю галерея? В Меге открылся мак. Итак, я уже довольна, иду с покупками, потом вам, наверное, в покупках в местенях одежды покажу, что я купила. Вот, я довольна, как слон, но единственное, что, я так поняла, наши магазины решили с кризисом бороться, чтобы не поднимать сильно цен, они решили превращаться в, скажем так, сетевые гипермаркеты, в плане того, что продают теперь пакетики. И как-то, не знаю, ну, ревбошь тоже теперь-то сначала вводить платные пакеты, и как бы это как-то не очень приятно, когда ты, когда, как бы, ну, получается, как будто ты за продуктами идёшь, а не за одеждой какой-то, или ещё за чем-то. Ну, не очень приятно в пишине складывать. Ну, да ладно, сейчас идём в Ашан, купим какой-нибудь еды, чтобы не ехать с пустыми руками, скажем так, но я не могу, честно говоря, себе позволить приходить в дом или приезжать в гости с пустыми руками, ничего не переносить. Меня воспитали так. А что вы думаете по этому поводу? Мы уже поехали, отъезжаем от Миги, вот здесь вот Икеа видна синенькая. Вот я, как всегда, ем. Ем свой любимый щербет с яблоком и грушей. Очень люблю щербеты, потому что они не такие жирные, не такие сладкие, как обычное мороженое. Ну, кстати, вот чистая линия, рожок, он тоже очень-очень вкусный. Натуральные я, на самом деле, за натуральность в таких продуктах, как мороженое, молочные продукты. Привет! Чарли, что ты нам скажешь? Тео, маленький такой. Тео, Чарла. Тео, Чарль, ты нам сказал привет? Тео. Тео, маленький. Тео, Тео, ты мой хороший, мой хороший кот. Меня уже ищут там. Меня ищут. Тео, Тео. Тео, Тео. Не пускают тебя никуда. Не пускают. А ты только приезжал, что нет конкурентов. Не пускают мне. Не нужны. Да. Не хочет, не надо. Вот. Правильно. Та, Те, Те, Те. Итак, мы решили добраться до кино сегодня. Естественно, мы идем на Форсаж 7. И сейчас вставлю вам, что у нас в Радуге. В Нью-Госмонавтике подготовили всякие технические штуки. Было очень прикольно. Вот. Сейчас пойдем на Форсаж. Форсаж. Те, Те, Те. Су, Радуэ. Ну вот, сходили на «Форсаж», на последний седьмой. Я думаю, что да, действительно, он будет последний. И, ну, я честно, я фанатка этих фильмов. Мне очень нравятся они. И мне жалко, что, наверное, это вот всё-таки последняя седьмая часть. Хотя они себе оставили такой вот небольшой задел на будущее, но это уже будет не то. Мне безумно понравилось, конечно, очень красивое посвящение полуокеру, которое было в конце. Ну, мне кажется, очень красиво и очень, скажем так, логично. И вообще, честно говоря, да, наверное, даже из уважения к нему, но уже не будет той команды, которая была. Да, к сожалению. Но, не знаю, я считаю, что, конечно, во многом успех седьмого «Форсажа» будет благодаря предыдущим шестими частям. Но сам по себе он неплохой, там, красивые спецэффекты, там, он очень красиво снят. Да, это там многие моменты неправда, так реально не бывает. Но фильмы то и фильмы, не всё должно быть реально, не всё должно быть так, как в жизни. Это, наверное, и основной плюс фильмов, то, что это не реальная жизнь. Вот, так что, если вы планируете пойти на «Форсаж 7», я вам советую скорее сходить. Это, наверное, всё. Надеюсь, вам понравились выходные со мной. Если вам нравятся мои влоги, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также пишите, пожалуйста, мне в комментариях, собираетесь ли выйти на «Форсаж 7» или нет. Вы не любите такие фильмы. Да, кстати говоря, кто был на «Битве за Севастополь», тоже отпишитесь, потому что все советуют очень этот фильм, а я как-то пока не знаю. Я боюсь, что там будет аналог Сталинграда, и моя детская психика этого не выдержит. И всё, всех вас целую, люблю, до скорой встречи в следующих видео.